Долгое время эта территория пустовала, лесной массив не использовался. Глава Одинцовского района принял решение создать на территории больницы парк здоровья. Причем гулять по тропам, заниматься на тренажерах будут не только пациенты. На территории больницы в абсолютно девственном состоянии сохранилось 5 гектаров леса. И возникла идея, это проект пилотный, и мы очень рады, что именно этот пилот у нас на территории имеет место быть. Восстановить эту рекреационную зону, превратить ее в зону здоровья, реабилитации для наших пациентов, и жителей нашего поселения, и гостей нашего поселения. Прекрасно, что в этой зоне оказался памятник воинам-победителям Великой Отечественной войны. И мы хотим вплести этот, так сказать, участок леса в общий комплекс и в общую программу, которая рождается буквально у нас на глазах, с листа. И вместе с ними мы прорабатываем каждый шаг этого проекта, начиная от палат для ветеранов, парка победы с тропами здоровья и тропы войны. Это памятник, который мы хотим показать, памятник героям, принимавшим участие, жителям Одинцовского района, принимавшим участие в событиях Великой Отечественной войны. Это тот проект, который мы хотим совместными действиями вместе с главой городского поселения Жаванкислана Николаевна также презентовать и подарить жителям района. Работа в рамках проекта «Будь здоров, ветеран» продолжается. В больнице появятся специальные палаты. Будет отреставрирована братская могила, которая располагается на территории учреждения. Сейчас идет забота адресная, медицинская, бытовая и в то же время патриотическая. Это самое главное. И поэтому здесь мы видим жилые дома около этого здания больницы и решение главы, чтобы они гуляли вместе по этому парку здоровья и памяти. Я хочу выразить благодарность главе нашего района Андрею Роберовичу Иванову за то, что верена мне больница является пилотным проектом по реализации программы главы района по помощи ветеранам. На нашей базе будут сделаны четыре палаты по каждой палате в отделении. То есть они будут. Это будет палата по доступной среде, в первую очередь, палата для ветеранов. То есть чем мы можем потомки оплатить людям, которые за нас рисковали своими жизнями, чтобы побить в этой войне. В рабочем совещании приняла участие Лариса Лазудина. Рекомендации, которые дала олимпийская чемпионка, войдут в основу создания парка здоровья на территории Перхушковской больницы. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы те люди, которые здесь лечатся, и, безусловно, наши ветераны, чтобы они получали здесь достойное лечение и затем могли выйти и на территорию парка отдохнуть. Мы говорим не о спорте, мы говорим о здоровье, о физкультуре, о прогулках. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы все пожелания, которые бы они хотели, и их сопровождающие родственники, близкие люди, чтобы они были учтены здесь. К маю все работы по созданию парка должны быть завершены. Парковый комплекс станет центром притяжения всех жителей Жаворонковского поселения и местом общения ветеранов и молодежи. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...